запись вебинара. Итак, значит, как вы видите, и слышите, и знаете, в очередной раз я уже опять не дома, не в родных пенатах, а в более родных пенатах в Нигерии, в Африке. Вот. Жизнь очень сильно закручивается в хорошую сторону. Это все радует. И вот слайды, которые я сегодня пару подготовил, они очень просто показывают и отвечают на целый ряд вопросов. А самый главный вопрос, когда будут дивиденды и будут ли они. И поэтому я там очень интересный такой, как интересный, простой расчет сделал. А теперь давайте начинаем по очереди. Мне тут должен был сегодня Алексей ассистировать, но я знаю, что он должен был уехать, и он не смог. А кто тут? Ага, кто тут у нас еще сегодня? По-моему, будет, наверное, Олег Сошников. Пока его нету. Вот. Ну, суть не в этом. Давайте сейчас тогда пойдем дальше. Что-то сильно закачивает долго этот самый этот файл. Вот. Значит, что происходит и как вообще идет процесс. Почему мы в Нигерии? В Нигерии уже второй год есть, вернее, скажем, два года назад появился человек, который очень сильно он слышал, он был в экотехнопарке, он слышал о технологии, он с ней познакомился, очень сильно проникся и готов был здесь начинать пропаганду этого вида технологий. И вот уже этот целый этот год он, его структура очень мощно работают здесь и в принципе подготовили конференцию. Я боюсь сглазить, как говорят народы, но уже сегодня зарегистрировавшихся больше тысячи человек. Значит, мы находимся в Лагосе. Лагос это по величине можно так назвать второй город в Нигерии на берегу океана. Вообще Нигерия это центральная Африка, достаточно богатая с одной стороны страна, но тут есть свои нюансы, очень сильно отличаются и от Востока, и от Юго-Востока, и от Европы тем более. Одним словом, варианты есть, очень интересные люди, как и везде. Что на сегодняшний день очень важно? Какова наша миссия сюда? Первое, что надо понять, это то, что, естественно, конференция, но мы не ездим на конференции без того, чтобы не было каких-то контактов и подготовки, обсуждения, какие могли бы быть пилотные адресные проекты. Пилотные адресные проекты. Когда принимающая сторона или вот, скажем так, группа лидеров координационного центра здесь в Нигерии, нас приняло, показали нам большой список встреч, и когда мы начали разбирать, что это за встречи, оказалось, что большинство встреч такие, что они сами спокойно там могут и не обязательно там наше время на это тратить. Выбрали всего где-то порядка 10% из того, что было подготовлено, и сосредоточились на них, чтобы качественно проработать. Кто такие, с кем мы качественно будем работать? Это в первую очередь масс-медиа и компания, которая имеет очень хорошие контакты с масс-медией и с представительствами, скажем так, это так называемая палата предпринимателей, можно на наш язык примерно так перевести, предпринимательских как бы структур государства. Это очень важная такая палата, представители этой палаты, причем у них есть там свой информационный центр, свой юридический отдел поддержки, это очень важно. Вот, и поэтому мы с ними вот сегодня встречались, работали. Я сомневался, успею ли к вебинару обратно, должна была быть встреча тут в мэрии, поскольку, скажем так, мэр, у него запросили, что надо ли дополнительно или предварительно встречаться у него, просто так пойти там расшаркаться и так далее. Да, если больше делать нечего, это можно сделать, но поскольку все равно они придут на конференцию завтра, то было принято решение и согласовали это с мэрией, что давайте лучше там и встретимся, когда будет уже вы увидите всю эту самую как бы подоплеку, чем мы занимаемся, сколько людей, презентуем все, и тогда мы сможем там поговорить с вами, если будет на то желание у обоих сторон. Вот, поэтому это перенесли туда. Вот идет скачивание все равно еще почему-то я сейчас попробую это еще раз что-то сделать, так, документы, рабочий стол. Придется, наверное, вам показывать рабочего стола, это все, но попробуем. Не идет, скачивание идет, почему-то не переносится материал. так, я попробую сейчас отсюда удалить кое-что. Может быть, здесь просто места уже нету, так, сейчас я прошу прощения, должен сосредоточиться на том, что здесь происходит, так, ну, теперь посмотрим, что она сейчас будет делать. Так, и таким образом здесь негрерии процесс идет. Теперь, что очень важно еще, значит, по очереди, там было записано, насколько я помню, у меня в вопросах, которые мы сегодня будем рассматривать, это Вьетнам, значит, Вьетнам из Вьетнама и вернулся, вот буквально первого числа мы вернулись, съездил я в Москву, в Москве мы встретились, обсуждали, ну, вопросы рабочие, вопросы Capital, и встречались с предпринимателями по возможному московскому проекту, радиальной линии, очень успешно прошла встреча, я не имею права поддаваться в подробности, могу только сказать, что, то есть, начинает выкристаллизовываться логика как бы создания, ну, что ли, базы адресных проектов или содержания адресных проектов. Подтверждается слова, мое видение этого дела или наше видение этого дела, что одна транспортная трасса это только ствол дерева, на которой надо нарастить еще ветки, то есть, создать некое какое-то сообщество, дополнительно, вернее, взаимно дополняющее друг друга под проектов или же как бы вещей, которые должны входить в проект. Как то? Например, московский проект, он сегодня уже очень четко представляется, что это будет технопарк, который предполагалось давно сделать, но там стоял вопрос транспорта, ездить там на микроавтобусах с конечной остановки метро или что там делать и как там делать. Значит, подъезды туда очень трудные, поэтому, что говорит в пользу сковей? То, что трасса, которая будет прокладываться от остановки метро до этого как бы технопарка, там же рядом большая как бы застройка, которая чуть-чуть там процентов 10 застроена и она так вяленько сейчас степлится, потому что с транспортом не важно. Мы съездили, например, ездили в Подольск смотреть, я сейчас расскажу о другом еще проекте, ездили смотреть в понедельник, ездили смотреть производство, которое там идет сейчас откатка последней модели реактора или маленького завода назовем так, переработки всякого мусора. всякого мусора, кроме строительного, не концентрируется на строительном, начиная от пищевых продуктов, вся химия, вся любая, вся линейка химии, вплоть до продуктов радиации. Все можно там перерабатывать, причем выбросов в атмосферу нет, мощнейшие фильтровые системы стоят, рекуперация всех газов и так далее. Масса выходных результатов, но самый главный, самый большой выходной результат, это тепло, которое может быть преобразовано тоже в электричество и электричество сразу. Понимаете? То есть, значит, это очень важно. Съездили, посмотрели, и что выясняется, когда мы начали смотреть вот эту трассу радиальную Московскую, что рядом с технопарком целесообразно поставить на там расчет сейчас идет, обоснование идет, от 50 до 100 тонн в от 50 до 100 тонн в сутки перерабатывать сначала, а потом до 200 тонн, потому что в зависимости от того, как будет нарастать поток, это все там можно делать. Плюс трасса будет возить пассажиров, как я уже говорил, и грузы, которые нужны будут в технопарке и в логистическом центре, которые тогда тоже там начнут строить. Ну и естественно это придаст очень мощный приток для постройки поселений. И тогда вместо того, чтобы там начинать строить еще жилье, там как раз смогут использовать или применить концепцию строительства целой такой как бы серии небольших гостиниц для аэропорта, для тех, кто летает и должны ночевать в аэропорту Внуково, например. Поскольку есть у нас кто занимается еще в компании в Скайвей, головной компанией занимается и радиальной хордовой трассой между аэропортами, то это все прекрасно дополняет друг друга. И вот теперь смотрите, берясь, берясь, мы еще не взялись, идет подготовка сейчас. Если мы возьмемся за этот проект, то там очень интересно вырисовывается опять-таки кластер или обойма. Это технопарк, это строительство поддерживает, одно поддерживает другое, то есть рабочие места и так далее, и так далее. Технопарк, значит, логистический центр, перетранспортировка грузов, людей и так далее. Это гостиничный комплекс и поселение, которое там нет. Плюс там рекреационная зона, очень красивые озера, различные объекты отдыха можно там и будут делать. И местное самоуправление очень сильно заинтересовалось. Вот сейчас идет подготовка. То есть, видите, проект начинает нарастать, не перекачивается материал. Я сейчас буду выставлять на значит, на этот на наш на стол это все дело. Как-то вот не врубился сразу, одну минуточку сейчас пойду дальше. Простите, меня. так, значит, рабочий стол не запускается. Не получается и это. Сейчас я попробую начать рабочий стол не запускается. вот у нас беда прямо с этим материалом. Я прошу прощения. Сейчас я нет. Сейчас я попробую снова файл закачать. Почему он то ли так интернет плохо работает на передачу данных. Тут же ведь в Нигерии вернусь обратно быстренько в Нигерию, что мы пока в аэропорту вчера стояли на визовое оформление или, скажем, проход там таможни и так далее. Раз пять, наверное, электричество выключалось. Здесь это нормальная ситуация. Пока я готовился сегодня, три раза выключали здесь тоже электричество. Гостиница, правда, переходит сразу на генератор, но вот есть то, что есть. Есть то, что есть. Я попробую сейчас свой вид выключить, может быть, процесс скачивания идет очень медленно. Ну вот, я по памяти буду вам сейчас рассказывать. Дальше, то есть с проектами все не очень просто, поэтому очень важно по Вьетнаму то, что там процесс пошел. Мы приехали и готовятся сейчас там товарищи вьетнамцы к следующему туру. В этот раз мы в основном ездили для того, чтобы выступить в университете, куда должны были быть приглашены представители парламента, но в конечном итоге сложилось все так, в лучшую сторону, что и Кирилл Бадулин со своим основным докладом, ну и мы с Францишиком Соларом выступили уже прямо не в университете, а прямо в парламентской комиссии, комиссии, которая отвечает за инновационные проекты и за инвестиционные проекты в государстве. Она их рассматривает. Вот это позволяет им сделать, позволило сделать, говорят, что они уже сделали протокол, передать его премьер-министру, и у премьер-министра руки развязаны, чтобы говорить дальше. Дальше начинается подготовка, вернее, началась она уже подготовка к созданию СП, в каком составе и как она будет, значит, самый простой вариант, это Skyway Capital и компания, вьетнамская компания, создается Joint Venture, который начинает подготавливать, создавать базу для головной компании, строить там, именно участвовать в строительстве и в эксплуатации транспортных трасс. сегодня однозначно подтверждена, и тут, ну что тут подтверждать, тут даже вопрос больше в том, что действовать нужно в этом направлении, которое заложил Анатолий Эдуардович Юницкий, что всякий проект для нас первично, он интересен не как строительство какой-то транспортной структуры, а создание базы для получения, постоянной базы для получения прибыли, доходов и прибыли, естественно, формирование прибыли и базы для дивидендов. То есть эксплуатационная составляющая построили для того, чтобы обеспечивать эксплуатацию, получать с этого доходы, ну и естественно формировать прибыль, а не только строить. И поэтому, когда здесь встал вопрос, не буду говорить, где встал вопрос, а вы нам просто постройте, мы сказали, что вы знаете, решает это владелец технологии, но есть основания полагать, что в первую очередь мы займемся именно теми проектами, которые позволяют участвовать и в эксплуатации. А в эксплуатации там есть очень железное правило, не менее 25% участия Global Transport Investment или какой-то из головных структур владельцев, владеющие компанией, владеющие технологиями. Вот и все. Поэтому это очень важный момент. И после этого там мы как раз показали, что очень хорошо Кирилл Бадулина постарались специалисты из КБ показали целый ряд так, а меня слышно вообще-то? Меня слышно, не слышно? Дайте обратную связь. А, слышно все-таки, да? Ну, отлично. Потому что почему-то почему-то сейчас Ага, есть. Ну, вот видите, как здорово. Супер. Я испугался. Спасибо, спасибо, тратить, друзья. Я вас перепугал и сам перепугался. Все, видно. Скачался наконец-то весь этот материал. Он сразу почему-то вышел сюда. Да, сегодня у нас почему-то нет, 11-то нет. Нет, это не то. Это не то. Пардон, пардон, пардон. Это совсем не то. Так, сейчас мы его отсюда сотрезем. Это не то. Так, но зато скачался другой материал. так, скачивается сюда на площадку. Отлично, супер. Вот, и поэтому процесс идет. И вот сейчас я смогу вам, я не умею тут руками просто так размахивать, покажу прямо вот, как человек с инженерного образования, покажу вам прямо на слайде, потому что это более, на мой взгляд, по крайней мере, более доходчиво, нежели просто какой-то такой, ну, рассказ. Значит, и что значит или что значит вот получать или когда мы будем получать дивиденд. Это нас всех интересует. И в первую очередь все сейчас нацелено, то есть все острие фокуса лежит на этом. Ну, вот слава Богу. Есть. С Божьей помощью у нас все удалось. Вот видите, сегодняшний вебинар, следующий слайд, к этому мы сейчас вернемся. То есть, просто повторюсь, смотрите, очень важно, чем мы сейчас занимаемся. Создаем центр, создается вообще центр адресных проектов или всемирный фонд Экопланета. И вот под ним Skyway Capital, он создает центр народного финансирования, центр координации адресных, подготовки и координации адресных проектов, то есть финансы и организации. И проведение размещений, которые являются одним из элементов финансирования адресных проектов и проектов развития Skyway. Есть различные инструменты, один из них Royal Capital Group для перевода больших инвестиций, там сейчас все утрясли, вот-вот-вот все будет в порядке. Еще готовятся различные инструменты, но суть это в переводе, то, что касается перевода денег. Но самое главное, дорогие друзья, это строительство, обслуживание, эксплуатация объектов и маршрутов адресных проектов. Отсюда идут доходы для инвесторов и акционеров, то есть через те группу компаний, которые есть, я потом там покажу, для расчета дивидендов, для роста стоимости акций. Вот зачем это все делается. Инвесторы и акционеры получают отсюда выгоды. Ну, естественно, компания получает, и сама компания, GTI, которая развивает проект дальше. То есть, это является одновременно еще и базой. Я этого здесь не показал. Что для этого делается? Создаются, пока есть одна компания с Кавей Кэпитал, которая как бы реанимирована, фонд, вернее, она, скажем, правильно сказать так, она юридически оформлена сейчас. Фонд и компания, компания, обслуживающая процессы накопления инвестиций, вот он, вот это. То есть, есть различные элементы. Различные структуры поддержки проектов, это мы ищем и строители, ищем и производственник и так далее, которые бы привести их в состояние способности выпуска продукции, которая необходима для осуществления вот этого строительства адресных проектов. Организация копирации инвесторов, это тоже очень интересно. Я это просто слайд вам повторил для напоминания. И теперь вопросы, которые вы на сегодня забыли. Вьетнам немножко рассказал. Сан-Бернардино, по Сан-Бернардино идет процесс, юридический процесс, согласование. 19 или 20 ноября мы будем опять в Минске еще пока не согласовано. Мы планируем это, чтобы встретиться в КБ с Анатолием Азбаровичем Миницким и ЗАО струнных технологий специалистами. Обсудить там целый ряд нюансов есть, которые по почте и по скайпу, и поэтому не обсудить их там надо на месте обсуждать, считать. спорить, может быть, договариваться и так далее. То есть, процесс идет. Причем идет достаточно интересно, там подготовка идет и так далее. Готовится, бизонируется и выясняется, выяснили очень интересные нюансы, как провести размещение для того, чтобы использовать то, что сейчас происходит. Я об этом тоже немножко скажу в комментарии по поводу токенов. скажем, того процесса использования токенов, который был запущен сейчас головной компанией через РСВ. по Сан-Бернардино. Комментарии по Нигерии я вам уже сказал, ответы на вопросы. Вот, но еще пока я по Вьетнаму хотел вам показать следующие вещи. Смотрите, по Вьетнаму это из презентации это парк Донгмо парк или парк 54 он вот здесь расположен, вот здесь очень большая территория. Трасса, которая предполагается сделать, она охватывает весь этот парк и вот она будет таким. Это пилотная трасса. Потом отсюда будет в Ханой трасса и в аэропорт. Что значит эти скажем почти 9, там 9 с чем-то километров, чуть больше 9 километров. Все это занимает там допустим движение 10 минут всего по этой трассе, а тут немало, больше 5 километров, там нельзя просто разгоняться. Вот, и около 50 миллионов долларов транспортная система или транспортная часть. Здесь не учтены значит раз, два, три, четыре, пять, шесть станций. Это будет плюс. Но тем не менее это все очень интересно. Здесь пересекается достаточно большой, почти полтора километра через водную гладь идет. вот здесь водные парки, здесь гостиницы, интересные различные вещи. Это раз. Второе, что еще по Вьетнаму? Следующее, это парк, как уже сказал, Ханой, соединяется с Ханой, 42 километра, расстояние преодолевается максимально за полчаса и 200 миллионов долларов или 0,2 миллиарда долларов. Эта трасса тоже им интересна, но это не пилотная, хотя бог ее знает, там видно будет. И самое основное это, я потом еще покажу, что это значит, чтобы понимать, Ханой, Хошимин, это 1450 километров, движение всего три с половиной часа по этой трассе, станции и так далее, остановки, ну, где-то две или три, будет, скорее всего, они здесь не учтены, а транспортная часть, транспортная часть, то есть путевая структура, она будет стоить 20 миллиардов долларов. Для сравнения, китайцы, я уже, наверное, говорил, но повторением отечения, китайцы предлагали за тот же самое расстояние практически, но разрезав всю, весь Вьетнам, он как раз вдоль этого Южно-Китайского моря идет, вот, и граничит тут с водами, которые здесь подступают, кое-где и океанские воды, вот, разрезать, ну, скажем, вот так вот, пополам весь Вьетнам, и это значит создать плотину, с одной стороны, от которой будет болото, заболотится все, а с другой стороны, будет суши, как бы пустыня возникнет, но стоимость более 500 миллиардов долларов, более 500 миллиардов, почти 600 миллиардов долларов, это кабала, в общем, попасть в кабалу всему китайскому, извиняюсь, вьетнамскому народу, вот, поэтому, когда нас слушали парламентской комиссии, что интересно, там были, значит, товарищи, которые хорошо владеют, ну, как хорошо, владеют, в какой-то степени, русским языком, и все старались, как бы, ну, показать, что они это знают, вот, очень доброжелательно относились ко всем этим делам, то есть, это вот таким образом, теперь по Вьетнаму, я уже говорил, да, что схема очень простая, есть технология, чтобы она пришла во Вьетнам, Skyway Capital, ПХМ, и, если надо будет, здесь будет, посередине будет, или JTI, или Skyway Technology, вот, создают Joint Venture, пока очень упрощенно, чтобы этот процесс пошел, создается, идет процесс, который позволит создать потом массу предприятий, раз, два, три, и так далее, предприятия. И вот было показано во Вьетнамском, скажем, парламентской комиссии, что организация производства элементов, дает, что это даст? В первую очередь, организация производств во Вьетнаме, создается база инженерно-технического строительства во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии, друзья. Им это очень интересно. Создается, тем самым, этим процессом, создается центр инициации подготовки проектов по Skyway. Масса, масса, там еще можно показывать несколько вариантов, которые КБ подготовил. создаем вместе центр обслуживания и эксплуатации транспорта Skyway. Вот на чем тоже зарабатывает. Проводим международные инвестиционные программы. Там очень интересно. В одном только парке 54 можно провести интересные вещи и помочь тем самым вьетнамцам, чтобы этот проект заработал. Почему нам это не интересно? Не только потому, что мы добрые и хорошие, а еще и потому, что от этого будет зависеть загрузка этой трассы, которую я вам показывал, 9 с чем-то километров. Понимаете? Это дивиденды. Первую схему, помните, которую я вам показывал. Это наши дивиденды, это доходы, которые получает компания. Ну и, естественно, подготовка кадров и переквалификация. В конечном итоге, элементарно, как говорилось в Атсон, рабочие места создаются, приток инвестиций во Вьетнам. И рост внутреннего валового продукта ВВП, что государству и требовалось доказать. Поэтому там, значит, ну вот народ, там 11 человек было встали, они нам просто вот хлопали, когда такие вещи мы докладывали. И это нужно знать, это не только, я сегодня, вот когда мы встречались с представителями вот этого, значит, палаты промышленников и предпринимателей, центр информационным центром, значит, это рассказал, они говорят, да, конечно, это естественно, это очень правильно, так. Вот, и теперь посмотрим, значит, смотрите, придем сюда обратно, идем дальше. Сколько нужно построить, вот, переходим к вопросам, потому что время быстро идет, мне сейчас скоро надо будет заканчивать уже, вот, я посмотрю, что у вас тут, всем привет, тут у вас вопросов пока нет, отлично, значит, ешки-матрешки, прыгай с меток, где надо. сколько нужно построить адресных проектов, и когда будем получать дивиденды. Вот, очень элементарный, я уже с каких, с разных боков это показывал, но покажу вам еще, смотрите, чтобы получить 0,1 доллар, или 1 цент, 0,1 доллар, или 1 цент, на одну акцию, которая номинальная стоимость 1 доллар, это нужно иметь, для этого в GTI нужно иметь, что? Годовой оборот, как минимум, 66 миллиардов долларов, с прибыльностью 10%, что это даст? Это даст прибыль 6 миллиардов долларов, 10% от этой суммы, 10 миллиардов, 10,65, там, 65 с чем-то, миллиардов долларов. Но, наша доля из этого, из этой прибыли, 20%, ну как, мы участвуем в этой доле, а 20% от этого, оно, это, на привилегированные акции, в Евро-Азиан Рейлс Кавиа Системс Холдинг, и Евро-Азиан Рейлс Кавиа Системс Холдинг 2, 20% от этого, миллиард 333, 1 миллиард 333 миллиона долларов, это значит, на одну акцию, есть 1 цент, понятно, да? из этих акций, 50 плюс 1 процент, плюс 1 процент, в одной компании свободные акции, и 50 процентов, плюс одна акция, в другой компании, будут в конечном итоге, свободных акций. Я думаю, даже их еще больше будет свободных, вот, но время покажет, потому что, кто его знает, процессы очень интересные, есть, это мой прогноз, это не, не официальная информация, это мой прогноз, вот как-то сегодня могу я уже предполагать, зная, как этот процесс идет эти годы, я могу сказать, что вероятность очень высокая, что круг наших задач расширится. Когда я в прошлый раз, вот, выступал там, тот ролик, который Яков распространил, да, или я запись делал, не знали, буду, не буду я сегодня выступать, вот, там я сказал, что, смотрите, уже только, то, что сейчас будет происходить в рамках токенизации, да, то есть, использование токена в нашем проекте, в конечном итоге создание площадки, и так далее, и так далее, это позволяет более широко участвовать в получении выгод со всех проектов, не только с процесса сертификации основных технологий, да, это городского, значит, высокоскоростного и грузового транспорта, вот, а из других, и там они все есть, кто читал, вот, описание, что все предполагается, там, начиная от производства солнечной и другой альтернативной энергии, вот, плюс там, линейные города, плюс все остальные вещи, на это, как бы, это не участвовало в стартовой инвестиционной программе, это все возникало, как бы, параллельно, но в конечном итоге, участвуя в токенах, можно будет участвовать и в этом, но, дело в другом, смотрите, что, то, что остается, как бы, свободно, то этот процесс можно будет расширить, и, скорее всего, еще за счет, вот, инвестиций, нам, чему это все говорит, потому, что еще до завершения строительства эко-технопарка и завершения сертификации технологий, вполне реально, что может возникнуть еще один, например, суперскоростной вид транспорта, в котором нам тоже предложат участвовать, но, может, второй вариант, этот проект может стать как адресным проектом, дополнительным, и это будет отдельный проект, то есть тут можно, сейчас у нас очень широкий спектр возможностей, то есть оперировать и комбинировать можно будет очень хорошо, для того, чтобы, ну, было выгодно всем инвесторам, ну, естественно, компании самой, вот, функционал в капитал, капитал появится, я понял, к чему вы говорите, значит, появится, то есть на 1 миллион акций, да, правильно, Вячеслав, правильно, значит, когда появится, вы знаете, я вот в понедельник, извиняюсь, во вторник были, в понедельник мы были в Подольске, а во вторник встречались, работали в офисе, в Кавейке капитал в Москве, и удалось с Денисом Юницким немножко обсудить это все дело, и я так думаю, это не какие-то там не обещания, что уже подготовлен, вопрос стоял не в том, что кто-то что-то не сделал, нет, шло выяснение, значит, того перечня, скажем так, нумерации акций, которые подходят вот под эти, или входят в эти 50 тысяч, понятно, да, это сейчас выяснили, по-моему, уже даже во вторник, а что в ближайшее время появится, ничего страшного, и это на все, эти все 50 тысяч, это на все компании, на РСВ, на инвесторов в Skyway Capital, ну, естественно, Нос-Вига, то есть здесь, как говорится, всем хватит, и это только первое нулевое, скажем так, окно, друзья, поймите правильно, первое нулевое, поэтому, и минимальная возможность, там, 100 тысяч, поэтому, тот, кто, если там кто-то пишет, там, мне присылали, что, вот тут, Иванов, там, Петров, Сидоров, там, еще кто-то, значит, где-то, уже там, можно сказать, все, закупил, нет, это нонсенс, не верьте, сплетни, это все хорошо, но не здесь, вот, поэтому, таким образом, в Capital все будет, и будет у нас абсолютно отлично все, правового характера, у меня умер муж, на него было зарегистрировано акции, нотариус не знает, как оформить в праве на наследование данные документы, это очень просто, кому мне обратиться, вы знаете, значит, смотрите, Альбина Нестеренко, этот вопрос здесь был, да, сегодня тоже, я на него хотел вам как раз сказать, отлично, что вы его задали, вопросы по наследованию, видите, здесь наверху, да, значит, что сейчас я могу сказать, я дам вам сейчас комментарии, но прежде я скажу, что делается, сейчас подготавливается, и будет человек, который, юрист отдельно, который будет давать все, как бы, объяснение и оказывать поддержку для того, чтобы осуществлять вот эти операции, причем будет памятка, скажем, в общем доступе, в кабинете, как, ну, в таком вот печальном случае, он, с одной стороны, печально ушел в человек, но, с другой стороны, он связан с определенными выгодами, которые мы, значит, материально получаем, порой от этого, как передать, что передать, чтобы привести все дела в семье в порядок, вот, в вашем случае, значит, муж, на него было зарегистрировано акции, акции, скорее всего, у него был кабинет, я полагаю, так, не знает, как, значит, формулировать праве на наследство данные документы, очень просто, так и формулируется, что, значит, за ним числится из так называемого имущества право пользования личным кабинетом, указывается, значит, его логин этого кабинета, но не пароль, вот, пароль, он может быть, но он должен, нотариус скажет, как его засекретить, чтобы, ну, не все могли бы пользоваться, это раз, потому что это имущество, дорогие друзья, и это позволит тогда головной компании, или, извиняюсь, офису Skyway Capital, программистам и, значит, ассистентам произвести соответствующие технические операции, но на основании уже документа о наследовании, где будет записано то-то, то-то. Теперь, что касается акций, по акциям рекомендуется делать таким образом, что, как вот у него были записаны эти пакеты, так и записать, как там вот у вас в кабинете идет реестр или сертификат, по-моему, там сертификат, уже не помню, как там называется, как там записано, так и подайте. Не по стоимости, а по количеству. Номер такая-то, номер такая-то, номер такая-то, номер такая-то. Никаких сумм, ничего. Если нотариус пристанет, я прошу прощения, если нотариус пристанет и скажет, а стоимость какая, скажите 100 долларов, все оценивается, ему нотариус надо оценить, он должен с этого получать. Но если хотите больше заплатить нотариус, скажите 1000 долларов, это дело ваше. Это вы оцениваете таким образом, никто другой это оценить не может. И как только вы у нотариуса получаете свидетельство о наследовании, этот человек обращается с заявлением, прошу мне фамилия, имя, отчество, паспорт, номер такой-то, место проживания такой-то, год рождения такой-то. Сделайте то-то, 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 то-то. И указывайте там, переоформить кабинет, переоформить все, или не переоформить, ну да, скорее всего, переоформить владение теми-теми пакетами. Все. Понятно, да? А если наследник не имеет кабинета, проживает в Канаде, Ирина, а если наследник не имеет, не понял, наследник, а, наследник, ну не имеет и не имеет, ему просто передадут тот кабинет, который, значит, был у наследовавшего, тот, кто дает, или от кого идет, переходит наследство. Вот. Если у него и, если это невозможно, допустим, наследников несколько, то тогда можно сделать на время, пока в реестр нет и не занесено, международный, окончательно все, можно сделать, ходатайствовать об открытии нового личного кабинета. в Канаде, неважно, где он проживает, в личном кабинете службы поддержки. Ну да, Александр в личном кабинете, значит, ну можно поддерживать, но не все, она знает эту службу поддержки, к сожалению, а будет знать больше, как только юрист начнет в этом направлении работать. Теперь следующий вопрос, вопрос по центру адресной подготовки. Центр адресных проектов, ну это, скажем, пока все в рамках одной компании делается, но сформирована рабочая группа, как я уже в прошлый раз говорил, очень много работы, задачи распределены, вот, потому что Рига, Таллинн, Сан-Бернардино, Вьетнам, и еще целый ряд других моментов, которые надо, Москва, Санкт-Петербург, стоит перечень, которую надо прорабатывать, значит, где-то еще порядка 10 предложений, подготовлен целый ряд документов, которые дают основания, вот, как бы, подготавливать. Значит, должок за нами, за мной лично, должок еще по базовому модулю обучения, но пока правление Скайли Кэпитала не утверждает его, потому что есть так называемые стратегические или, скажем, принципиальные моменты, которые надо согласовать, и все должно происходить в определенной последовательности, но если коллеги, которые занимаются сетевым бизнесом, считают, что это так, я не спорю, в этом есть определенная логика, что должна дубликация сначала быть запущена и пройдена, а дальше уже в этой логике запускается модуль базового обучения, тем более сейчас мы стоим в преддверии того, что, скажем так, вот-вот-вот до конца этого месяца будет во всех компьютерных ресурсах и капитала из ВИГа будет дано возможность обмена, это одно, но не за горами, друзья, если не затылок, так уже дышит, переход на следующий этап, так что не все сразу, вот, подготовлен интересный пакет в связи с этим базовым модулем, скажем так, подготовительная часть сделана, вопрос, да, решением, текущим решением и одобрением этого всего, вот, значит, по адресным проектам, краткий вопрос, обменяя на сроки, ага, здесь, значит, ну, я это тоже уже где-то коротко вам прокомментировал, так что здесь тоже более-менее все ясно, что ничего сложного нет, единственное, что я здесь хочу показать вам, что будет как бы соблюдаться логика не прямо, но почти такая же логика, которую я уже когда-то вам говорил, существуют, значит, токены, сохраняются акции, вот, нулевое окно, давайте считать, что это сейчас нулевое окно, будет первое, второе окно, и это позволяет нам участвовать в адресных проектах, потому что в данной ситуации имеет только смысл в этом порядке делать инвестиции, акции или и крипторешения, то есть все это начинает работать, плюс под это, так мы говорили с вами уже, скажем так, с начала этого года, в первую очередь начали Сергей Сибиряков с Алексеем Суходоем об этом говорить, и на то были причины, вот, но процесс развился таким образом, что головная компания поняла, что это надо делать ей, как я уже говорил, и взять за основу создание собственной платформы, вот, к чему мы принесли, но не через то, что заниматься вот только этими делами, то есть инвестициями, акциями и подготовками различных адресных проектов, но создать еще, или в первую очередь создать платформу, которая, криптоплатформу, которая позволит обслуживать весь процесс от начала, от самого начала зарождения адресного проекта, прохождения, это только по адресным проектам, плюс, или в первую очередь процесс управления всеми процессами автоматизации транспортных потоков, потоков ресурсов, которые идут в это, плюс обслуживание последствий эксплуатации транспортных структур и так далее, все это перевести на криптоплатформу, вот тогда у этой платформы и у токенов, которые она будет выпускать, будет просто колоссальный успех, но это не отменяет возможности использовать акции, их обменивать на токены и так далее, для нас, дорогие друзья, и нулевое, и первое окно, мы поместимся, не волнуйтесь, и всем всего добра хватит, самое главное, правильно вести стратегию инвестирования, и как интересно здесь, значит, вчера вечером один из членов значит, лидерской группы, координационной группы здесь в Нигерии, говорит, спрашивает у ведущего, который здесь является координатором, не буду имен называть, сколько у тебя, ну, как бы, портфель инвестиционный, он называет сумму, этот почесал затылок, говорит, у меня в 10, нет, в 20 раз меньше, у меня в 20 раз меньше, и тут Франтишек Солар говорит, а вы знаете, сколько, сколько, значит, я вообще, как бы, прямо, первый раз инвестировал в проект, и сколько я вообще инвестировал, и называет сумму, это где-то там, ну, не буду опять за другого человека говорить, это такая, абсолютно небольшая сумма, а вы знаете, какой у меня пакет, значит, и называют, что у меня еще в 20 раз больше, чем, даже больше, 25 раз больше, чем вот у этого, вашего лидера, они говорят, невозможно, он говорит, почему невозможно, я создал сеть, у меня есть команды, которые работают, я инвестирую все, практически все, что приходит ко мне в виде бонусов, я это все инвестирую, в акции, почему я это делаю, не из жадности, а из веры и доверия проекту, который я веду, и который является, ну, как бы, моим средством работы, средством моего, как бы, самоопределения, моего проявления, и так далее, и вообще абсолютно правильно, у всех тут, у наших африканских товарищей, отвисли, скажем так, нижние части лица, они задумались, и сегодня это повторили, но уже в другом соусе, один из них сказал, что я знаю, что я буду говорить на конференции, то есть, таким образом, дорогие друзья, чтобы не быть еще более многословным, хочу сказать, что да, давайте, думайте, действуйте, компания, и группа компаний, головная компания, создает все условия, да, где-то не успеваем что-то доделать, но вы же видите, что мы не сидим сложа руки, и не плюем потолок, хотя иногда так этого хочется, а как оформить замен долей, так, Алла, Анна, а как оформить замен долей на токены с двоим инвесторам из одного ЛК. Не понял. Что это за выверт? Как оформить замен на токен своим двоим инвесторам из одного ЛК? Раз я из своего ЛК купил и себе, и мужу. Ну, поделите как-нибудь с мужем. Теперь оба мы хотим приобрести токен. Откройте на мужа новое окно. Наверное. Не знаю. Не могу сказать, Анна. Это надо подумать. Не буду сейчас тратить чужое время на это. У вас очень интересный вариант. Клейн Виолетта. Я получил поврежденный конверт, в котором не хватало несколько секций. Как сказать, по восстановлению сможет воспользоваться? Нет, не может. Никто не сможет воспользоваться, потому что нет вашего паспорта. Во-первых. Во-вторых, нет ваших данных. Так что ничего страшного. Нет, нет, нет. Эти бумаги, они вообще не имеют скажем, куда с ним идти. Кроме как одного места, куда ранее баба Маша ходила с газетой. Я прошу прощения, конечно. Вот. Они только являются для человека, чтобы не лазить в кабинет. А самое важное то, что электронно зафиксировано. Вот. Чтобы помнить. И важно то, что вы делаете распечатку у себя из кабинета, чтобы вы четко знали, что у вас есть. Понятно, да? Весь ваш портфель. Вот и все. Это наиболее важно. А кто там где-то будет этих сертификатов в сегодняшних условиях, если, извините, доллары печатают на раз-два, то эти сертификаты напечатать еще проще. Нынешний обмен курс между токенами и акцией. Вы знаете, Владимир, вопрос хороший. Расчет был произведен. В какой последовательности это можно делать? В первую очередь, почему-то, не буду говорить почему, потому что это не обосновано, было за основу взято те свободные средства на токены. Да, тут не нужно значить, ну, скажем так, было взято за основу, сколько нужно привлечь, скажем, или вернее, как начать. Это больше даже зависело от того, как пилотно провести и подготовить площадку для этих операций. И взяли такой, скажем, минимизированный вариант. Их можно было и больше ввести, но посмотрели статистику, там очень-очень много факторов играло, и поэтому минимизировали максимально, если можно так сказать, максимально минимизировали различные отклонения, чтобы отработать технологии, отработать площадку и так далее. Сколько из этого? Там расчетов, были расчеты, но, на мой взгляд, они не обоснованные, ну, можно так сказать, но вот это примерно так, что, скажи, как ты рассчитывал, сколько гостей пригласить на свадьбу или еще на что-то? Ну, там много разных критериев, что этот знает этого, у этого мы были на свадьбу, у этого не были, эти нам подарок дарили, а эти вообще не дарили, или принесли только, развалили что-то и так далее. То есть, тут вот примерно на этом уровне, прошу прощения за такое, скажем, не совсем уместное сравнение. Виолетта, скажите, можно, нет, не может так. На какой основе было придено нынешнее, так есть, да будет ли внутренняя биржа? Вы знаете, токен, он, или площадка, она есть, в принципе, вот здесь, создавая эту площадку, да, это и есть, так называемая уже, внутренняя биржа по токенам. Через токен, можно будет начинать, если это позволит, главная компания, она что же не позволит, скажем, перевести все акции в токены. Появится много свободных акций. Вот, тут это тоже надо управлять. Для выхода все-таки еще планируется, и это имеет смысл, в какой-то момент выхода на IPO акциями, вот этими. Здесь это тоже влияет на определенные расчеты. Будет ли второй обратный? Будет, будет. Да, не для остальной части, для, 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 определенной части. Будет. Так, дорогие друзья, я вынужден сейчас с вами приятную встречу завершать. Есть ли у меня один миллион тысяч акций, примерно на какую сумму я могу рассчитывать по дивиденду? Александр, ну вот тормозите же ведь. Человек сказал, что вы можете рассчитывать и на одиннадцать тысяч долларов, показываю вам там выше, человек рассчитал, сказал, что я тогда получу, который там, говорил, когда я приводил вам пример, да, ну вот покажу вам пример, видите здесь, если на одну акцию приходится один цент, то это десять тысяч, в вашем случае это будет одиннадцать, чуть больше одиннадцати тысяч, или одиннадцать тысяч, да, вот, а это может быть и сто, десять тысяч, если это будет не один цент, а десять центов, и так далее, и так далее. А если будет меньше еще, значит будет полторы, или тысяча сто, если будет одна сотая, то есть понятно, да, так, что тут у нас еще было, будет второй обратный выкуп, будет так, если я могу рассчитывать по дивидендам, на всякие суммы можете рассчитывать, Александр, но самое главное, ведь смотрите, чтобы осуществить, получить вот этот один цент, что для этого надо, 20 процентов, это один миллиард триста тридцать тридцать, или скажем так, правильнее сказать так, это годовой оборот должен быть шестьдесят шесть миллиардов, но один уже вьетнамский проект, если, или когда, будет запущен, это только транспортная трасса, это двадцать миллиардов, да, и только со строительства, не с эксплуатации, а со строительства, можно получить два миллиарда, два миллиарда, потом и так далее, то есть, одна треть уже от того, что нужно в год получать, да, видите, вот, шестьдесят шесть миллиардов, годовой оборот, да, а там даст двадцать миллиардов, десять процентов прибыльности, и так далее, и так далее, вот логика, то есть, три таких проекта, и у нас уже есть по одному центу на одну акцию, вот вам и весь расчет, так, кулия в записи, у меня на канале, посмотрите, посмотрю, что у вас посмотреть там, ну, посмотрю, ладно, я понял, хорошо, хорошо, смотрю, как только он будет, спасибо за трансляцию, на тридцать второй минут, хорошо, посмотрю, огромное, так, все, спасибо, дорогие друзья, еще раз, вот видите, не могу я с вами расстаться, очень приятно давно, ведь, смотрите, вот такое взаимное общение, оно очень сильно, по крайней мере, меня дополняет, казалось бы, я вас сейчас даже не вижу, но я вас всех чувствую, я всем вам желаю доброго здоровья, оно очень необходимо, берегите себя, будьте конструктивными, будьте доброжелательными, берегите себя, берегите своих близких, от этого зависит благополучие нас, лично, наших близких, и всего нашего сообщества. Строй сковей, спасай планету, всего доброго, до скорых встреч, счастья всем, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok